Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о подзимней посадке лука. Почему мы о ней вспомнили? Потому что уже заморозки, уже кружатся иногда снежинки. Значит, это говорит о том, что лук надо срочно садить в землю. По каким критериям мы садим лук в землю? Значит, среднесуточная температура воздуха должна опуститься ниже плюс 5 градусов. Если ночью минус 2, днем, например, плюс 7, значит как раз 5 градусов. При этой температуре мы можем высаживать лук. Если температура будет более высокая, наш лук подзимной посадки может просто-напросто прорасти и потом погибнуть. Основные условия для подзимной посадки лука. Подзиму лук можем высаживать в двух случаях. Первый случай – это на зеленое перо. Если мы лук садим на зеленое перо, значит, сроки посадки, не обязательно, чтобы он укоренился, они могут быть значительно более поздние. Лук на перо можно садить и по замерзшей земле. Как это сделать, я чуть позже расскажу. А вот если мы будем высаживать лук для получения репки самой луковицы, значит, лук надо садить раньше. Лук наш должен быть в земле посажен для того, чтобы он мог прорасти. Значит, что необходимо учесть? Подзиму можно высаживать лук любых сортов, но если мы используем севок, у нас высаживается севок, который диаметром меньше 1 см, то есть мелкий. Мелкий севок, даже такая овчушка, идет для посадки на луковицу подзиму. Почему? Потому что если мы будем снять более крупный лук, ну, более 1 см диаметром, диаметром, что происходит? Низкие температуры стимулируют закладку стрелки. И у нас вместо луковицы репки вырастет обычная луковица со стрелкой. То есть она сразу зацветет, уже первый год после посадки. Далее, очень хорошо подзиму высаживать. Сейчас убивные образцы тут видите. Это лук многосемейный, как говорится. Семейный, это многогнездные сорта лука. Почему? Потому что эти многогнездные сорта лука, они бывают и у репчатого лука, и у лука шалота. Они мало стрелкуются, но подзимние посадки, за счет того, что растения развиваются в условиях пониженных температур, они образуют много луковиц, и луковицы очень крупные. Потому что хорошая корневая система стимулирует хорошую закладку луковиц и не хватает силы на крупный размер. Вот возьмите это на вооружение. Ну, что делается? Сама подзимняя посадка как бы сложности не представляет. Делаем родочки и в родочки высаживаем лук. Если вот лук у нас такой семейный, значит расстояние между луковицами мы даем 20-25 сантиметров. Если мы садим севочек, севочек у нас мелкий, там расстояние где-то 10-15 сантиметров, не больше. Больше не надо, потому что поскольку мы садим мелкий лук, он большой, сильно не вырастет. Посадили лук, и что обязательно его надо? А его обязательно надо прикрыть. И прикрывать надо сразу после посадки. Почему? Потому что потом может лук отрасти, если осень оказывается теплой, вдруг перепады температуры, лук отрастет, и мы просто-напросто будем ломать перо. Поэтому сразу же посадили лук. Технология самая обычная. Значит, садим только в землю, которая была, если мы перекапывали, то за две недели до посадки. Если будет на свежую землю садить, у нас будет лук погибать. Почему? Потому что земля будет оседать, корни будут рваться, и это очень неблагоприятно сказаться на проживаемости лука. Это запоминается этот нюанс. В радочки садим, в радочки вносим обязательно суперфосфат. Это обязательно в парадке можем внести залу. Также посадить радочки залу, посадить наш лук и прикрыть землей. Но глубина посадки такая, чтобы эта самая луковица ховалась, будь то семейная, луковица полностью по плечике должна быть в земле. Если посадим мельче, то большая вероятность, что наш лук вымерзнет. Посадили лук и укрываем. Что можно использовать в качестве укрытия? В качестве укрытия лука мы можем использовать солому, можем использовать опилки, и очень хорошо, если у нас есть сухой торф. Сухой торф – это очень хорошо прикрыть лук. Прикрываем лук, слой утепляющий материал 10 сантиметров. Таким материалом прикрываем. Будьте уверены, что ваш лук никогда не вымерзнет, и до весны доживет благополучно, и даст урожай. Если у вас условия разные, бывают места ветреные, где, конечно, дует ветер. Вы не успеете, лук посадили, и ваше укрытие может просто-напросто ветер сдуть. Ветер раздует. Для того, чтобы этого не произошло, я советую вам воспользоваться в качестве укрывающего материала другим способом. Но это надо позаботиться немного заранее, хотя бы в середине октябра. В середине октябра выселить с радочками овес. Самый обыкновенный овес, семена которого можно купить в любом магазине. Посели овес через 20 сантиметров, а между ними, между радочками, мы будем высевать наш лук. Высеваем наш лук, сделаем посадку лука, овес будет подрастать, мороз, снег его станет ложить на землю, и он прикроет наш лук. Наш лук будет прекрасно зимовать. А корни овса, они пока сочи не живые, они не поддадутся никому ветру, ветер не выдает их из почвы. Поэтому и лук наш будет защищен прекрасно зимой от вымерзания, и ветер не сдует. Вот возьмите этот такой маленький нюансик себе на заметку. Ну, пока сочи есть лук, значит, тоже. Опять же, как по чесноку, я напомню, что зима, есть зима. Значит, микрорганизмы и вредители, хотя и медленно, но они все-таки в почве существуют, они присутствуют. Для того, чтобы наш лук высаженный не стал легкой добычей, для того, чтобы они им не лакомились, что сделаем, мы наши луковицы обязательно протраим. Это может быть крепкий раствор золы, 300-400 грамм на 10 литров воды. Это может быть любая химия. Не волнуйтесь, любая химия за зимнюю пору уйдет с наших луковиц, а мы получим чистый, хороший урожай следующим летом. Можно обработать отвары трав. С отваров трав, что подойдет, это отвар полыни или отвар пижмы. Это две культуры, и также можно обработать наш лук. Так что, поняли, технология очень простая. Но что дает подзимние посадки? Подзимние посадки дают то, что у нас осенью меньше работы. Осенью меньше работы, нам этой работой не придется заниматься весной. Потому что весной работы больше, мы не спеша посадим наш лук. У нас больше времени, поэтому мы обеспечиваем зимнее укрытие. Наш лук весной прорастет гораздо раньше. Только старая земля оттаивать, наш лук уже начнет сходить. При весенней посадке нам это не удастся сделать. Почему? Потому что любая весенняя посадка, пока земля полностью не тает, то есть, как говорится, почва не поспеет, мы не можем проводить сельхоз работы, мы влезть в поле не можем. А вот лук подземной посадки уже растет. А за счет того, что он начинает расти рано, где-то в март месяц, начало апреля месяца, значит, он вполне использует солнечную энергию. Солнце прирастает, поэтому луковицы получаются очень хорошие. Это раз. За счет удлинения вегетационного периода наш лук лучше вызрнет, будет храниться. Это два. Вот почему очень многие занимаются подзимной посадкой лука. Они обеспечивают себя материалом, который очень хорошо хранится. Так что трудностей подзимной посадки как бы нету, вы поняли, самое главное, что протравленный посадочный материал, обязательно обеспечиваем зимнее укрытие. Если мы эти два пункта выполним, наш весной нам останется только рыхлить между радья, подкармливать наш лук и собирать богатый урожай, чего вам и желаю. Смотрите наш канал, подписывайтесь. До новых встреч. До свидания.